всем привет с вами арсений сегодня решил показать рецепт приготовления хлеба хлеба у нас получается запекаться будет в обычной древяной печи хлеб 1 рецептик у меня самый простой белого хлеба на дрожжах сав момент то есть вы его в принципе можете приготовить у себя в духовке об этом немножко поподробнее уже в процессе самого видео и так для приготовления белого хлеба нам понадобится пол литра воды это 500 грамм получается 900 грамм муки полторы столовых чай столовых ложки сахара полторы чайных ложки соли 50 грамм подсолнечного масла ну и естественно сами дрожжи один пакетик этого вполне достаточно и так вначале смешиваем получается воду дрожжи добавляем грамм наверное 150 муки ну естественно сахар так быстрее дрожжи запустится я немножко хлеб послаще люблю поэтому добавляю все равно где-то две с половиной ложки сахара соль не добавляем чтобы она не тормозила дрожжи на первых парах все это вот так немножко размешиваем нужно даже еще немного муки добавить главное помнить общее общее количество муки добавлены должна получиться такая сметана делаю большинстве своем все на глаз кому-то больше посоле хочется кому-то пресности кому-то сахару побольше как не получилось такая сметана вот и теперь ставлю в теплое место в данном случае ставлю себя на печку вот с краешком для того чтобы дрожжи загуляли минут на 15 и так прошло минут на цик получается вот и смотрим у нас уже заказка наша пошла вот подросла вот такая жить и ночью приятное вот и теперь добавляем сначала я добавлю соль соли как помню полторы чайных ложки надо параллельно добавляем 50 грамм масла подсолнечного масла много как говорится не бывает вот и высыпаю муку немножко оставляю потом добавим и начинаю все это замешивать тесто стало пустым и продолжаю мешать уже рукой замешал тесто ну теперь все это накрою опять полотенцем и еще минут на 20-30 поставлю на печку и так за 30 минут как видите тесто поднялось очень хорошо стал таким легким и пушистым сейчас я его еще раз замешаю немножко тесто обычно мешаю в течение там минут пяти но если хорошее настроение минут десять можно мешать как говорится чем больше мешаешь тем она потом становится пышнее и легче вот решали вот дальше я формы для хлеба тщательно смазываю подсолнечным маслом после чего после чего хлеб тесто мне просто беру пополам на равные части и укладываю форму теперь оставляем еще на 20-30 минут где-то за это время у нас тесто поднимется практически до краев и приобретет уже тот размер который нужен потому что когда мы поставим уже тесто непосредственно в саму печку вот мука после того как формы с тестом поставим в печку вот тесто уже подниматься не будет а будет уже обжариваться поэтому я жду пока тесто поднимется где-то больше чем на две трети и после этого будем ставить ее в печку теперь закрываем полотенцем и ставим в теплое место тем временем печка у меня уже подходит обычно стараюсь отобрать время как раз чтобы перед закладкой хлеба печка уже прогорела через минут 20-30 печка будет готова и температура будет как раз порядка 200-220 градусов вот внутренние задвижки пока не закрываю чтобы за полчаса печка успела угли успели угли немножко подостыть ну вот прошло буквально 30 минут как видите хлеб тесто замечательно поднялось ну вот печка даже наша к этому времени уже тоже немножко сбросила свой жар тоже немножко сбросила свой жар сейчас посудим угольки вот и ставлю туда наша форма с хлебом и так оставляю дверку немножко прикрываем будем ждать по времени это минут 40 если в духовке и так оставляем вот дверку естественно закроем по времени это выпекаться хлеб будет в зависимости от температуры в печке я смотрю уже по месту в духовке это приблизительно 40 минут то есть духовка к этому времени у вас разогрета уже выставляем на 200 градусов вот через 20 минут температуру немного снижаем до 160 вот периодически можно сбрызгивать хлеб водой слегка тогда корочка будет хрустящая я не всегда это делаю поэтому тут на любителя в принципе все следующее в принципе все ждем пока хлеб будет готов посмотрим вот прошло 20 минут уже хлебушек зарумянился ну будем еще ждать минут 20 и так прошло еще 20 минут и так прошло еще 20 минут я буду сейчас проверять хлеб обычно проверяю ножом на сырость я в принципе уже готов сейчас будем его вынимать трасс батончик и два батончика по времени у меня это заняло все где-то в районе двух с половиной часов вот сейчас я накрою полотенцем и где-то через минут 20 можно будет его пробовать и если он сейчас настоится немножко остынет ну так вот он долгожданный хлебушек настоялся в течение 20 минут мягкий, горячий запах незабываемый ну и сейчас естественно хлеб еще не до конца остыл но уже прям не терпится съесть горбушечку с вареньем всем приятного аппетита рекомендую завтра буду готовить хлеб на закваске на опаре на ржаной поэтому не пропустите видео подписывайтесь на канал рекомендуем в том числе как и там он вот он он на